В художественной среде этого человека знают все. Знают как Бормана, а потому скорее не как человека, но эдакий персонаж. Его часто можно увидеть в бредущего по городу, одинокого и бомжеватого вида. И тут вдруг персональная выставка в ЦСИ «Чайная фабрика», где Борман явился в белом и вновь вдруг оказалось владеет артикулированной речью, из которой стало понятно, что брызги – это не просто выставка, но про-экт, то есть нечто, содержащее идею и конструктивные предложения. Собранные проволоки от крышек шампанского были фигуративно сплющены ногами и заключены в коробочке, которым затем подбирались, внимание, латинские дефиниции, определения. Их можно читать, расшифровывать, изучать. Директор ЦСИ «Чайная фабрика» Дмитрий Банников доволен. Прежде всего, это замечательный, живой, экспериментальный проект, настоящий, который просто был сделан здесь, на территории «Чайной фабрики». Ну и что там для вас такого? Почему вы это называете проектом? Потому что была идея, прежде всего. Какая? Идея замечательная. Искусство, сделанное ногами. Идея выставки «Брызги» проста. Брызги от камня, брошенного в лужу, и брызги шампанского, по большому счету, лишь брызги. А вот последствием первого стоят круги по воде, расходящиеся по луже, а после шампанского лишь бутылки. Так, чьи же брызги порождают больше эффект? На сегодняшний день человек, не озабоченный карьерой и преуспеянием, уникум, и быстро выдавливается из нашего украинского социума. Зато удалось выяснить, что наименование «Борман» заимствовано не из советского сериала, а это имя горячо любимой бабушки Марии Софии Изабеллы Борман, чудом уцелевшей нашей одесской немкене «Фольксдойче» во всех передвязгах Второй мировой войны, а у самого «Бормана», который суть, Андрей Лавриков, с золотые руки, с дипломированного токаря-фрезеровщика станков ЧПУ. Так что становится понятным, что состояться как личность и сделать карьеру – вещи разные. Каковы же ваши брызги? Продолжение следует...